Отличный подарок! Можно сказать, что лицея номер 33, 10-й спортшколе. Повезло! Здесь появились уникальные тренажеры. Учреждению они достались совершенно бесплатно. Это программа физической культуры средней школы, рассчитанная на детей начальной и средней школы с целью коррекции позвоночника и суставов. Особенность в том, что выполняя силовые упражнения отсутствует осевая нагрузка на позвоночник и суставы и упражнения подбираются строго индивидуально в соответствии с антропометрическими возможностями ребенка. То есть у нас дети бегают, прыгают, подтягиваются, лежа на полу. А тренажер позволяет делать упражнения силовые, как будто они бегают, подтягиваются и прыгают. Без опасности для здоровья. Прежде всего заниматься на этих тренажерах будут ученики лицея, которым по состоянию здоровья противопоказаны обычные уроки физкультуры. Подойдет оборудование и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные залы также оборудуют в 30-й и 32-й гимназиях Иванова. Губернатор Ивановской области Станислав Сергеевич после разговора оценил и взял на себя смелость создать вот такие три пилотные школы, которые будут, я считаю, показателем демонстрации этого опыта для всей России. И Ивановская область в данном случае впереди выступает как флагман. Список заболеваний, с которыми полезно заниматься на таких тренажерах весьма широк. Плоскостопие, сколиоз, ДЦП. Это хорошая тренировка системы дыхания, координации. Кроме того, заметно укрепляются мышцы. Мы очень тесно сотрудничаем с общебразовательным лицем 33-м в рамках программы «Шаг навстречу». Дети занимаются у нас в бассейне. В рамках этой же программы мы будем заниматься с ними на этих прекрасных тренажерных комплексах. Мало того, мы их сможем использовать и в учебно-тренировочном процессе наших детей, пловцов, пятиборцев, каратистов, для реабилитации детей после травм. На первой тренировке собрались ребята, которым тренажеры хорошо знакомы. Лиза Киселева занимается в центре Бубновского около года. С помощью этого оборудования смогла улучшить осанку. Я работаю, чтобы спина у меня была постоянно прямая. Я стараюсь, хожу и дома занимаюсь, и в центре занимаюсь. Спина уже исправилась на 2%. Работать с новым оборудованием будут инструкторы спортшколы, которым предстоит пройти обучение, чтобы можно было использовать потенциал уникальных тренажеров на все 100%, а значит и укреплять здоровье детей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.